В последнее время в нашей стране появляется все больше православных театров. Любительские и профессиональные они объединяют людей, проповедующих веру в спектаклях и на своих творческих вечерах. В Ижевске такой театр существует уже 10 лет. О юбилее странника и его актерах наш следующий сюжет. Анастасия Матвеевна собиралась в церковь на вечернюю службу. И с опаской, поглядывая на своего супруга, полковника авиации в отставке, косится на Михаила Романовича. Об отношении православной церкви к театру написано немало статей. Есть негативное восприятие этого искусства, восходящее своими корнями еще к языческим мистериям. Но дух христианства позволяет переосмыслить многие явления культуры. И вот уже житие святителя Дмитрия Ростовского являет другой пример. Сам этот подвижник считается основоположником русского театра в духовных школах. И сегодня многие сходятся во мнении, что искусство, и в частности театр, ведущий к духовному возрождению человека, необходим в современном обществе. Есть такой театр и в Ижевске. Как писание нам говорит, любящим Бога все содействует ко благу. Добавим даже театр. Отец Георгий Харин стоял у истоков театра «Странник». Десять лет назад батюшка окормлял студенческую общину имени святой мученицы Татьяны. И вот там-то и делали свои первые шаги начинающие актеры. А мне очень хотелось рассказать людям о Петре и Февронии, покровителях брака. И вот тогда я создала сценарий, предложила его ребятам из Татьянынской общины. Так у нас зародился театр. Также накануне юбилейных торжеств актеры встречались с православным писателем отцом Николаем Агафоновым. По мотивам его произведения здесь играют спектакль «Победа над смертью». Спектакль поражает вот этой своей истинностью, талантом игры, самым сценарием, конечно. И все вот это вот вкупе создает такую атмосферу праздника. Театр активно гастролирует по Удмуртской республике, выступает на различных российских фестивалях. И главное, объединяет молодых людей самых разных профессий, для которых это не просто хобби, а скорее миссионерство – проповедь, облеченная в художественные образы.